Добро пожаловать на мой канал! Сегодня вашему вниманию я хотела бы представить обзор косметики марки Inglot так как я знаю, что они довольно-таки активно развиваются на русском рынке их лицом на русском рынке является Виктория Боня вот и я видела уже несколько девочек с YouTube, которые показывали косметику именно этой марки и делали обзор на нее и я хотела бы рассказать то, что я думаю по этому поводу, так как я с этой маркой познакомилась уже 4 года назад и кое-что могу сказать, так как попробовала некоторые продукты и так начнем я приехала сюда 4 года назад и наткнулась на эту косметику совершенно случайно вот и первое, что бросается в глаза это просто невероятное количество оттенков и серий помад теней всяких продуктов для лица вот и я просто потерялась в их магазине да и проблала там около часа наверное выбирала разные-разные продукты в конечном итоге я некоторые из них подарила своим подругам некоторые оставила себе к сожалению сейчас у меня есть только несколько из них вот но я вспомню то, что у меня было то, что закончилось тоже вот и первая такая первая категория это будут тени тени для для глаз у них просто невероятное количество теней они у нас очень дешевые стоят около 12 злотых за один день за один день да это немного они продаются вот в таких вот кассетках коробочку вы должны докупить себе отдельно если у вас есть палетка не знаю мак какая там еще может магнитная какая-то вот вы можете докупить и спокойно добавить в свою палетку какая у вас есть итак первая палетка выглядит вот так у меня я не подам сейчас номера всех оттенков все вам будет интересно я могу написать внизу хотя это несущественная информация в данный момент и вторая палетка которую я пользуюсь уже довольно-таки долго это палетка с такими вот коричневыми оттенками мне очень не нравится и я хочу сказать сразу что лучше в тене я не пробовала допустим один цвет да как выглядит они очень хорошо пигментированы они классно держатся на посмотрите сами просто нереально классно пигментированные тени очень-очень хорошо наносятся конечно я наношу их не спонжем которые они добавляют в каждую кассетку да только я пользуюсь кистью они прекрасно растушевываются они держатся даже без базы под тени они держатся целый день под конец дня они они у меня еще есть на глазах я у меня раньше тоже были матовые тени к сожалению сейчас не могу найти эту палетку да тоже коричневые оттенки я пользовалась тоже ею для бровей потому что я не вижу какой-то разницы между тенями для бровей и для век для глаз да поэтому я покупаю такой цвет который мне подходит такой серо-коричневый в данный момент я вообще пользуюсь карандашом другой фирмы но сейчас не об этом тени тени хватает на очень-очень долго они прекрасно растушевываются вы можете найти оттенок для себя потому что гамма цветов ну просто невероятная даже если вы выбираете с какими-то там блестками да тени то они блестки не осыпаются единственное что мне допустим мне понравилось я выбрала себе в этой палетке такой темно-синий цвет когда я наношу его когда я так вот на палец наношу его да то кажется что очень очень хорошо пигментированные тени но на глазах уже этот цвет так классно не передается я была немножко разочарована именно темным цветом именно этим да и я хотела его наносить как бы для как карандаш для глаз да и то есть около линии ресниц и я не могла придумать что с ним сделать чтобы он держался вот хорошо да и наносился так же классно как на палец то есть надо было что-то придумать и я высмотрела у девочек на ютюб польском вот такое средство чудо-средство от инглот которое называется дюралайн это такая у него консистенция такая жирная я бы даже сказала да такое как масло какое-то что ли естественно есть такая вот пипетка благодаря которой вы можете себе дозировать этот продукт и он у меня уже ну где-то полгода точно и как я его использую я если хочу чтобы мои тени были очень-очень пигментированы очень хорошо держались и хочу нанести допустим на все веко темные тени потому что такие макияжи тоже иногда делаю если это вечерний макияж вот я наношу несколько капель на кисточку да и потом беру эти темные тени и наношу и они держатся просто нереально чтобы их смыть ну в самом деле надо постараться еще дальше как можно еще использовать инглот дюралайн если вы если у вас допустим есть гелевая подводка которая уже подсохла вы можете добавить тоже несколько капель достаточно даже одной и прекрасно потом наносится гелевая подводка она как новенькая я вам говорила что я люблю такую жидкую консистенцию туши для ресниц я вам хочу сказать что что я добавляю две капельки допустим уже в засохшую тушь и оставляю на ночь и потом это средство ну просто нереально классно разводит тушь и тушь сразу становится такая кремовая как новая я не знаю как долго продержится этот эффект потому что в тушь я добавила только во вторую тушь добавила по несколько капель от эвелайн она просто никакая она через три недели три недели классная потом добавляю разбавляю ее дюралайном и все равно она сыпается с тушью от лореаль ничего не происходит для меня это чудо средство которое просто экономит мои деньги оно стоит 20 злотых у нас если я называю цены в злотых это вы умножаете просто на 3 и будет цена в долларах тогда вы можете пересчитать на любую валюту мне интересно сколько стоят эти продукты в России если вы знаете напишите пожалуйста просто очень-очень интересно насколько они дороже у вас может даже дешевле я знаю что допустим в Великобритании они практически продукты инглот стоят практически столько сколько мак такая же ситуация тоже в Америке поэтому просто ради интереса хотела бы даже знать как это как это у вас следующее то чего у меня нет это закончился у меня просто блеск для губ в такой длинной упаковке с черной такой крышкой они довольно-таки клеятся и я безумно не люблю когда у меня волосы приклеиваются к губам хотя я хочу вам сказать что я пользовалась этим блеском очень классно наносится на губы и держится в принципе неплохо хорошо его увлажняет хватает ненадолго вот у меня был такой какой-то розовый оттенок я уже не скажу он какой-то был номер но в принципе была довольна но я люблю пробовать что-нибудь другое поэтому если куплю какой-то еще продукт для губ от инглот это точно будет такой блеск для губ который рекомендует Виктория Боня дальше то что мне очень-очень сильно нравится и это моя первая вещь из такой категории это такие щипцы для завивки ресниц может они чуть грязные потому что ими пользуюсь каждый день мне в принципе это не надо но раз все имеют мне тоже надо поэтому она чуть-чуть подавляет ресницы нет вот такого кукольного эффекта и ненатурального вы в принципе можете видеть видео как выглядят мои ресницы ресницы натуральные у меня в основном максимум два слоя туши на ресницах вот и эти щипцы мне очень нравятся они у меня уже ну точно больше года и с резиночкой ничего не происходит она не выпадает я не знаю зачем ее менять я знаю что ее надо менять но если вы знаете как часто надо ее менять и зачем напишите пожалуйста внизу мне щипцы нравятся я знаю что есть еще щипцы дороже они стоят около 25 злотых вот эти вот есть еще такие подороже от Inglot мне интересно какая между ними разница я может когда-нибудь попробую вот так что рекомендую если кому-то нравится такой натуральный эффект подкрученных ресниц следующее это вот такая рассыпчатая пудра от Inglot Loose Powder да у меня номер не знаю это ли номер SXL2 но будем считать что что это номер оттенка и так здесь 30 грамм пудры я вам хочу сказать что я очень сильно сомневалась потому что девушка которая очень сильно хотела мне его продать она просто настаивала на том чтобы я купила что он очень классный здесь вот такой отпушок да который мне не наносило никогда у него такие как бы есть как бы вам это показать есть такие блестки и мне это очень не нравится и даже он не матирует он не выравнивает цвет лица он не делает просто ничего насколько я помню он не был самым дешевым это не была самая дешевая пудра вот и она мало того что она ничего не делает она еще через несколько часов почему-то жирнит вот мое лицо у меня нормальная кожа я не могу понять может это эффект вот этих блесток мне очень не нравится у меня целая упаковка если кому-то интересно попробовать да я могу отсыпать напишите мне личное сообщение и могу с вами поделиться может вам больше подойдет дальше это лаки для ногтей из тех которые у меня самые любимые скажем так это три таких оттенка одному из них уже 4 года вы не поверите вот этому 4 года сейчас я их поносила это там потрясло сейчас не видно его ну меньше половины уже дальше это оттенок 824 второй оттенок бежевый 842 и такой оранжевый перламутровый это 980 оттенок так вот они выглядят здесь 12 сейчас секундочку просто очень сильно постирались надписи сколько здесь миллилитров ничего не видно по-моему здесь 12 миллилитров если я не ошибаюсь это лаки очень густые у них обычная кисточка и они не засыхают никаким образом они не засыхают вообще то есть консистенция их не меняется я так как я сказала этому лаку уже 4 года и ничего с ним не происходит просто аж и он тоже не заканчивается что самое интересное кисточка кисточка у них обычная вот и они засыхают я бы не сказала что очень быстро они сохнут и именно это мне в них не нравится достаточно два слоя чтобы покрыть полностью ноготь вот и хватает на очень-очень долго они просто не заканчиваются сколько бы во время не красили консистенция не меняется и в принципе мне нравится единственное что цена около 20 злотых они стоят здесь цвет вы найдете ну просто какой себе придумаете такой точно найдете вот и мне нравится но только за такую цену я себе куплю честно говоря три лака от golden rose да rich color и будет то же самое и я не хочу просто складировать лаки у себя и чтобы они никогда не заканчивались дальше такой лак который тоже мне вот втиснули прямо в магазине это такой знаете который трескается так такой crackle да у меня белый цвет и я его купила с таким оранжевым на лето тогда только появлялась как бы мода на эти лаки и я делала один ноготь себе такой вы уже заметили наверное что я люблю эффект такой вот когда одна один ноготь на руке именно вот этот безымянный накрашен по другому хотя пробую разные комбинации вот и в принципе неплохо он трескается тоже хорошо единственное что им я уже не пользуюсь пользовалась может месяц несколько раз и и это все потому что на работе у нас строгий дресс-код был и я не могла им пользоваться если кому-то интересно тоже если кто-то хочет попробовать я с удовольствием кому-то из вас его подарю напишите мне личное сообщение потому что он просто лежит у меня и он мне не нужен а жалко выбросить потому что 20 лоток и дальше еще один лак который собственно говоря из-за которого больше лаки от Inglot не покупаю потому что это была последняя покупка и не думаю что я буду покупать еще это их тогда новая серия дышащих лаков для ногтей у меня оттенок 659 и он ложится полосами то есть он полосит надо три слоя чтобы накрасить ногти чтобы это как-то выглядело и и он не сохнет я просто три часа ждала когда он высохнет ничего никакие капли быстро высыхающие ничего не помогает он просто не сохнет и он по-моему дороже он стоит около 30 злотых то есть вы сами понимаете я могла купить уже эсси за такую цену и мне очень нравится допустим цвет фиджи из эсси и я просто думала купить тот или этот купила этот и это просто из-за этого лака я реально не куплю больше ни один от Inglot дальше у меня были также румяна у меня было три разных цвета румян они очень очень красивые у них несколько оттенков конечно больше у них в их гамме цветов больше таких теплых оттенков поэтому каких-то там если вы вы являетесь в холодном типе то вам скорее сложнее будет найти румяна для себя я нашла цвета подходящие для меня и в принципе мне очень нравилось только единственное что они очень быстро заканчивались иногда если у вас заканчиваются быстро такие продукты прессованные обратите внимание на свою кисть может это была вина кисточки может быть может быть просто у них такая текстура они не очень сбиты хорошо спрессованы поэтому они очень пылят и в принципе наносятся красиво держатся целый день может быть куплю еще потому что в принципе были неплохие но у меня пока в запасе есть несколько румян мне надо их просто закончить вот и дальше последнее что я купила это такая вот жидкая подводка от Inglot тоже в принципе цвет просто гениальный потому что это такой у них тоже можно найти любой цвет цвет такой черный но он с такими золотинками что ли с таким таким отливом как бы коричневым даже не знаю как-то так старого с такими темно-золотыми блестками очень-очень-очень мелкими которых практически не видно кисточка такая а-ля губка она я бы не сказала что она твердая она мягкая скорее и вот если нарисую себе полоску на руке выглядит просто изумительно но если я начинаю ее украсить стрелки это просто какой-то кошмар потому что я наношу один слой да он просвечивается то есть цвет не интенсивный я наношу второй слой я наношу третий ну просто что вам сказать я ненавижу тоже этот продукт и несколько раз уже пыталась им пользоваться мне не нравится я не буду точно покупать следующую из этой серии вот я не могу сказать что я просто в восторге от продуктов инглот есть продукты лучше единственное что тени тени можно выбрать любые для себя на вкус и цвет да и я конечно хотела попробовать тени от мак но я почему-то не люблю когда у меня тени на глазах мне в принципе другим нравится да я не очень люблю я хочу попробовать я хочу тоже попробовать другие тени от катрис вот и посмотрим как это будет дальше развиваться моя история да с инглот пока я бы не сказала что я очень довольна а еще у меня была одна кисть такая для пудры и то что с ней случилось я не знаю что это было но она как бы скомкалась вся они из натуральной шерсти вот и я не знаю что с ней произошло я пробовала тоже помыть и то что с ней из нее осталось был какой-то ужас тоже я ее выбросила она довольно-таки дорогая потому что стоило около 70 злот извините извините дальше у меня была кисть тоже для бровей она тоже так знаете как растопырилась что происходит я просто не знаю и больше кисточки от англот я не куплю потому что они не такие дешевые а есть и другие дешевые классные классные кисти если вам нравилось видео ставьте пальчики вверх пишите свои комментарии если у вас есть какие-то вопросы или пожелания какое видео вы хотели бы еще увидеть если вы советуете что-нибудь другое от англот я с удовольствием тоже попробую так как я имею доступ практически на каждом шоку к этой косметике здесь если вам тоже интересно попробовать такую пудру либо что-то из того что я показала я с удовольствием с вами поделюсь вот и подписывайтесь на мой канал если вам понравилось и вы хотите смотреть видео дальше всем спасибо за просмотр пока-пока до новых встреч